Данное направление расходов осуществляется в раутах под программу «Благоустроенный город Назарова» муниципальной программы декаблированной модернизации жилищно-полагательного хозяйства и по общению энергетической эффективности. Объект мероприятия – муниципальное бюджетное учреждение управления городским хозяйством на проведение мероприятий по озеленению и созвешению территории города общественных пространств на 2022 год утверждено бюджетное ассигнование в размере 4 865 000 рублей. Расходы исполнены в полном объеме. На 2023 год утверждено бюджетное ассигнование в размере 6 659 000. Краткая характеристика направлений расходов. Первая организация – озеленение территории города Назарова. В 2022 году на это направлено 824 000 рублей. В табличном варианте изложено поставка и содержание цветников на территории города. Посажено 20 100 штук цветов, 9 цветников, площадь 1291 квадратный метр. В 2023 году контракты заключены с единственным поставщиком, на поставку рассады, затем по договору безвозмездной передачи переданы цветы. Всего 19 360 штук. И отдельный контракт на посадку и содержание цветников. Расходы всего по данному направлению 1 миллион. Засажено 10 цветников на 1 большей площадь 1,208 квадратный. Площадь поменьше. В связи с изменением цветников второе мероприятие – санитарная уборка территории города и титущее содержание городских площадей, газонных, парков и скверов. Обслуживаются 26 объектов. Это памятники сферы дорожки и их общая площадь 54 000 квадратов. В летний период предусмотрено подметание, выкрашивание. В зимний период – забивание снега. Оставленные направления. И по этому контракту еще 26 граждан. Их площадь 169 тысяч квадратов. Объем расходов в 2022 году составил 1,270,000 в 2023 на уровне 1,289,000. Третье мероприятие – на эти же газоны выключены контракты с единственными поставщиками на выкашивание 540,000 в текущем году и в 2022 году – 598,000. Следующее направление – содержание общественных пространств. В 2022 году 2,172,000 содержалось 8 объектов общей площадью 100,000 квадратов. Также в летний период – подметание, выкрашивание 6 раз за летний период. В зимний период – сгребание снега. В 2023 году сумма больше 3,808,000 и добавляется 1 объект. Их 9 становится. Площадь увеличивается 113 квадратов. Из замечаний. В ходе исполнения муниципальной программы в 2022 и 2023 году принято обязательство сверхутвержденного объема осимнования программы. То есть контракты заключены ради внесения изменений в программу. Так, например, на выкашивание газонов в 2022 году контракт заключен в июле, а расходы программы утверждены постановлением города только в сентябре. В нарушении инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета положения в муниципальной казне муниципального образования утвержденного решением городского совета депутатов в составе имущества казны не учтены 8 из 9 обслуженных общественных территорий, памятники на мемориале и 5 земельных участков общественных территорий. А стоимость трех земельных участков по данным бухгалтерского учета не соответствует их кадастровой стоимости. Только сверхшкольный с его земельным участком учтен в июле. По контракту на выполнение работ по посадке и содержанию цветников в 2022 году произведено увеличение цены контракта непропорционально увеличению позиций сметы. Контракт увеличен на 9,2%, а позиции сметы по поливу цветников на 260%. Кроме того, установлены замечания и недостатки по составлению контрактов. В контрактах на санитарную уборку территории города Назарова на именование объектов указано некорректно, не соответствует фактическому расположению. Например, памятник Назарию Патюкову около музея. Фактически там не находится, а перенесен к памятнику Градская мотива Беломи Сережского мятежа. Газон, расположенный в районе дома номер 11 микрорайона 8, обозначен в техзадании, как территория в районе ЖТ Грыс. Невозможно определить местонахождение. Заполнительное соглашение в части изменения перечисления цветников в текущем году составлено уже после выполнения работ по посадке в мае и июне. И отсутствовали действующие контракты на содержание общественных пространств в период 2 недели с 1 по 15 марта 2022 года. Кроме того, контрактами выполнение работ предусмотрено не в полном объеме. Так, техническим заданиям контрактов по содержанию территории города установлено, что в весенний период производится полная очистка газонов от опавшей листвы, мусора и вывоз их на специализированную площадку. По локальным смертным расчетам такие работы не предусмотрены, соответственно, не выполняются. По посадке и содержанию цветников количество выкапываемых растений меньше, чем высажено в 4 раза. В смертном расчете посадка цветников в 2022 году 20 тысяч штук, выкапывание 5 тысяч. В 2023 году посадка 19,360, выкапывание 5,387 штук. Согласно пояснениям городского хозяйства, при составлении смертного расчета приняты меньше объема работ в связи с недостаточным объемом бюджетных осеннований. В нарушении условий контрактов по салитарной уборке территории и содержанию общественных пространств отсутствуют документы, подтверждающие выполнение работ с расшифровкой по объектам. Планы работ, отчеты о выполненных объемах работ, создания у видов работы и объема работ. Журнал учета оказанных услуг. Согласно условиям контракта, планы, задания и отчеты должны составляться ежедневно. Из-за отсутствия первичных документов, также не представляется возможным определить места выполнения разовых работ. Например, ремонт скамеек 20 квадратных метров, попраска скамеек, мольда диванов, установка курса. Согласно научным пояснениям ответственного специалиста управления городского хозяйства, заявки на выполнение работ подаются в телефонном режиме. Тексирование на бумажном носителе не производится. Здесь вот, когда мы говорили о реализации программы, было видно, что контроль не системный и не эффективный, скажем так, если говорить мягко. Затем, как исполняется контракт. И налицо вот здесь вот очень много моментов, которые требуют немедленного пересмотра и управленческих решений, связанных с организацией контроля исполнения контракта и ведения вообще, собственно говоря, этой деятельности, связанной с контрактной системой. Значит, подробно мы рассмотрели представление счетной палаты, подробно дали объяснение по каждой позиции, но и виновные наказаны. Все те замечания, которые были при проверке, мы учтем на следующем году.